Евангелие от Луки Глава восьмая И было. Ходил он потом по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие. И двенадцать с ним. И женщины некие, которые получили исцеление от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышло семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, состоящего при Ироде, и Сусанна, и другие многие, служившие им своим имением. Когда же начало собираться много народа, и люди из всех городов приходили к нему, он сказал в притче, «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда сеял, иное семя упало при дороге и было затоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на скалу, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и взошло с ним и терния, и заглушило его. А иное упало на землю добрую, и взошло, и произвело плод старичный». Говоря это, он возглашал, имеющий уши слышать, да слышит. И спрашивали его ученики его, что могла бы значить притча эта. Он же сказал, «Вам дано познать тайны Царства Божия». Опрочем, в притчах, чтобы они, видя, не видели и слыша, не уразумели. Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божие. Те, что при дороге, это услышавшие. Затем приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Те же, что на скале, это те, которые, услышав с радостью, приемлют Слово, но не имеют корня. Они короткое время верят и во время искушения отступают. А упавшие в тернии, это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и богатства и наслаждения житейские, и их плоды не дозревают. А то, что на доброй земле, это те, которые, услышав Слово, держат его в сердце добром и благом и дают плод в терпении. Никто, зажегший светильник, не покрывает его сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет скрытого, что не стало бы явным, ни сокровенного, что не было бы узнано и не вышло бы наружу. Итак, смотрите, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того взято будет и то, что ему кажется, что он имеет. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли добраться до него из-за толпы, и дано было узнать ему, матерь твоя и братья твои пришли и стоят снаружи, желая видеть тебя. Он же ответил им, матерь моя и братья мои, это слушающие Слово Божие и исполняющие его. Было однажды, он сам вошел в лодку и ученики его, и сказал он им, переправимся на ту сторону озера, и они отплыли. А во время плавания их он заснул, и налетел вихрь на озеро, и стало их заливать, и были они в опасности. Подойдя же, разбудили его, говоря, наставник, наставник, погибаем. Он же, пробудившись, возбранил ветру и взбушевавшейся в воде, и они улеглись, и настала тишина. И он сказал им, где вера ваша? А они в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же он, что и ветром повелевает, и в воде, и они повинуются ему. И они приплыли в страну Герасинскую, которая напротив Галилеи. Когда же он вышел на землю, встретил его некий человек из города, одержимый бесами. И довольно давно он не носил одежды и жил не в доме, а в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, он вскричал, припалкивая ногам и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, молю тебя, не мучь меня!» Ибо повелевал он духу нечистому выйти из этого человека. Ибо уже в течение многих лет схватывал он его, и связывали его цепями, кандалами, и стерегли, но он разрывал узы, и бес гнал его в пустыню. Спросил же его Иисус, «Как тебе имя?» Он же сказал, «Легион», так как много бесов вошло в него. И они просили его, чтобы не велел им идти в бездну. Послуж же там на горе большое стадо свиней. И они попросили его позволить им в них и войти, и позволил им. И, выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринуло стадо скрутизны в озеро, и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и объявили в городе и в деревнях. И вышли люди посмотреть, что случилось, и пришли к Иисусу, и нашли человека, из которого вышли бесы, сидящие у ног Иисуса, одетым и в здравом уме, и устрашились. И сообщили им, видевшие, как спасен был бесновавшийся. И попросил его весь народ страны Герасинской уйти от них, так как они объяты были великим страхом. Он же, войдя в лодку, возвратился. И человек, из которого вышли бесы, просил его быть с ним, но он отпустил его и сказал, возвращайся в дом твой и говори, что сделал тебе Бог. И он пошел, проповедуя по всему городу, что сделал ему Иисус. А при возвращении Иисуса принял его народ, ибо все ждали его. И вот пришел человек по имени Иаир. Был он начальник синагоги. И, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что была у него единственная дочь лет двенадцати, и она умирала. И когда он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая издержала на врачей все имущество, и никто не мог ее вылечить, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, и тотчас остановилась у нее кровь. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрекались, сказал Петр и бывший с ним, Наставник, народ окружает тебя и теснит. Иисус же сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина же, увидев, что не утаилась, подошла, дрожа и припав к его ногам, объявила перед всем народом, по какой причине коснулась его, и как тотчас была исцелена. Он же сказал ей, дочь моя, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Пока еще он говорил, приходит некто от начальника синагоги и говорит, умерла дочь твоя. Не утруждай больше учителя. Иисус же, услышав, ответил ему, не бойся, только поверь, и будет спасена. И, придя в дом, не позволил войти вместе с ним никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова и отца ребенка и матери. И плакали же все, и били себя в грудь по ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла, а он, взяв ее за руку, возгласил, дитя, встань. И возвратился дух ее, и тотчас она встала, и он велел дать ей есть. И изумились родители ее, он же повелел им никому не говорить о происшедшем. Глава девятая. Иоанн. 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 Иоанна я обезглавил, кто же этот, о ком я слышу такое? И искал увидеть его. И апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И, взяв их с собою, он удалился отдельно от других в направлении города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, последовал за ним, и он, приняв их, говорил с ними о Царстве Божием и нуждавшихся во врачевании исцелял. День начал склоняться к вечеру. Подойдя же, двенадцать сказали ему, отпусти народ, чтобы они отправились в окрестные селения и деревни и нашли себе кров и пропитание, потому что мы здесь в пустынном месте. Но он сказал им, вы им дайте есть. Они же сказали, у нас только пять хлебов и две рыбы, если, конечно, мы не пойдем купить пищи для всего этого народа. Было ведь их около пяти тысяч мужчин. Но он сказал ученикам своим, расположите их группами человек по пятидесяти. И сделали так, и расположили всех. Взяв же эти пять хлебов и эти две рыбы, поднял он глаза к небу, благословил их и преломил, и давал ученикам разносить народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков собрано было двенадцать коробов. И было, когда он молился в уединении, ученики были с ним. И он спросил их, за кого меня почитают в народе? Они ответили, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные, что некий пророк из древних воскрес. И сказал им, а вы за кого меня почитаете? Петр ответил, за Христа Божия. Он же строго повелел им никому не говорить об этом, сказав, что надлежит сыну человеческому много пострадать и быть отвергнутым старейшинами и первосвященниками и книжниками, и быть убитыми в третий день восстать. Говорил же он всем, если кто хочет за мною идти, да отречется от самого себя и доберет крест свой всякий день и следует за мною. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. Кто же погубит душу свою ради меня, тот и спасет ее. Ибо что выгодает человек, приобретя мир, а себя самого погубив или повредив себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Царство Божие. И было после этих слов дней через восемь, и Иисус, взяв Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на гору помолиться. И когда он молился, сделался вид лица его иным, и одеяние его белым сверкающим. И вот два мужа беседовали с ним. Были они, Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили о его исходе, который предстояло совершить ему в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но очнувшись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И было, когда они расставались с ним, сказал Петр Иисусу, наставник, «Хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра, один тебе, и один Моисею, и один Ильи, не зная, что он говорит». И пока он это говорил, появилось облако и осенило их. И устрашились они, когда вошли в облако. И голос рождался из облака, «Это сын мой избранный, его слушайте». И когда голос прозвучал, оказался Иисус один. И они сохранили молчание, и никому не возвестили в те дни ничего из того, что видели. И было на следующий день, когда спустились они с горы, встретила их большая толпа. И вот человек из толпы закричал, «Учитель, прошу тебя взглянуть на сына моего, потому что он один у меня». И вот дух схватывает его и внезапно вскрикивает, и сводит его судорогой с пеной, и, изнуряя его, на силу отходит от него. И я просил учеников твоих изгнать его, и они не смогли. Иисус же ответил, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду выносить вас? Приведи сюда сына твоего». И пока тот еще подходил, бес бросил его на землю и свел сильной судорогой. Но Иисус возбранил духу нечистому и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И изумлялись все величию Божию. Когда же все удивились всему тому, что делал Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Они же не понимали речи этой, и была она скрыта от них для того, чтобы они не постигли ее, и боялись они спросить его об этой речи. И возникла у них мысль, кто из них больше. И Иисус же, зная мысль в сердце их, взял дитя, поставил его около себя и сказал им, «Кто примет это дитя во имя Мое, Меня принимает, и кто Меня примет, принимает пославшего Меня, ибо кто меньше между всеми вами, тот и велик». Иоанн же сказал наставник, «Мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и препятствовали ему, потому что он не следует за Тобой вместе с нами». И сказал ему Иисус, «Не препятствуйте, ибо кто не против вас, тот за вас». И было, когда подходили к концу дни перед его вознесением, он решил идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И, отправившись, они вошли в селение Самарянское с тем, чтобы приготовить для него. И не приняли его, так как путь его был в Иерусалим. Увидев же это, ученики Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Но, обернувшись, он возбранил им и отправились в другое селение. И когда они шли, кто-то в пути сказал ему, «Я буду следовать за Тобою, куда бы ты ни шел». И сказал ему Иисус, «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда. Сыну же человеческому некуда голову преклонить». И сказал другому, «Следуй за Мною». Он же сказал, «Господи, позволь мне сперва пойти похоронить Отца Моего». Но он сказал ему, «Предоставь мертвым хоронить своих мертвых». Ты же иди возвещать Царство Божие. Сказал и другой, «Я последую за Тобой, Господи, но сперва позволь мне проститься с домашними Моими». Иисус же сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, непригоден для Царства Божия». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»